Сегодня лапочка называется. А что там? Мне нравилось где-то с волосами цветными. Я такая, первая, знаешь, вообще настолько... Всем привет! У меня есть интересная тема. Я пока просто на процедурах валяюсь. И так как у меня тут, блин, час, наверное, или два валяться, мне нужно себя отвлечь, потому что процедура очень болезненная, и мне очень больно, и я просто уже заколебалась орать. От боли. И поэтому я попробую не орать, а что-нибудь поговорить с вами о чём-нибудь. Я, знаете, что хочу вам рассказать про квантовое бессмертие? Смотрели какой-нибудь видеоролик, либо, может быть, читали об этом в интернете? Кстати, напишите, как меня слышно. Переложу, закрываю руками, наверное, этот звук. Короче, про квантовое бессмертие смотрели кто-нибудь что-нибудь в интернете? Почему человек вечен, да, почему он вечно живёт, как это происходит? И я хотела сегодня на пальцах буквально там быстренько рассказать про квантовое бессмертие. Когда вы начинаете осознавать про это квантовое бессмертие, про то, что вы не можете умереть как человек, ну, как минимум, очень много страхов у вас начинает уходить, просто они исчезнут в никуда, потому что вы очень много времени сейчас тратите на страхе, очень много тратите на то, что вам страшно идти вперёд, что-то делать, особенно очень страшно умереть. Да, тема квантовое бессмертие. Сейчас я его так прикрепить, да, прикрепить. Вот, да, всё, прикрепила. Спасибо, что кто написал. Мы очень много себя тормозим в жизни от того, что страшно. Что будет завтра, что будет послезавтра, что будет в будущем, а будут ли у меня деньги, а долго ли я проживу, а умру ли я от голода, а умру ли я от того, что мне негде будет жить, а если я помру под забором бомжом. У всех вот разные страхи, но в основном они страхи из завтрашнего дня идут все. Вот, и если вы начнёте осознавать, подожди секундочку, ты можешь это окно прикрыть ненадолго? Ну, чтобы вот этот вот шум, да. Ой, о чём я про страхи? Если вы осознаете, что вы бессмертный, вы не можете убереть, и расскажу про эксперимент, эксперимент глазами кота Шрюрингера, вот, не про кота Шрюрингера, эксперимент о том, что кот жив или мёртв, посмотрите, кто не видел, а эксперимент, если посмотреть котами глаза, котами глаза, глазами кота, то есть наоборот, посмотреть... Ой, ржу, не могу. Слушайте, у меня просто ещё процедура, я отвлекаюсь, знаете, очень сильная боль, и поэтому я иногда буду говорить что-то не впопад, либо ржать, либо орать, поэтому я, ну, сильно... И меня тут... Не критикуйте, просто я сейчас паузу небольшую выдерживаю, у меня сейчас вот это место, одно больное чает. Короче, я делаю электро... Как это? Электроэпиляцию. Вот, это очень больно, и меня обкалывали уколы, а уколы меня не берут вообще. Так. Сейчас, секунду, дайте я соберусь с мыслями. Просто очень больно. Такая антиреклама. Вот, ну, дело в том, что... Вот сейчас у меня мастер по электроэпиляции говорит, что... Ау! Спасибо за теле рекламу, ты там очень больно сделала. Это... Зато навсегда, короче, убирает волосы, и не нужно будет потом никогда в жизни доделывать ничего. Это очень больно. Простите, что я заорала. Ой, сейчас слезы потекут. Ладно, про квалтовое бессмертие. Я рассказываю не для того, чтобы, ну, как бы вам было интересно, я просто себя отвлекаю, ребята, от того... У меня ты не умрешь тут. Сейчас мне мастер говорит, что у нее я тут не умру. Короче, эксперимент про квалтовое бессмертие. Давайте, ладно уж. Сейчас я... Вздохну. В интернете этот эксперимент делается с револьвером. К револьверу присоединяется датчик, который измеряет... Я не помню эти научные словечки. Измеряют, как идет волна... Как идет волна вправо или влево, говоря о том, что... Нет, это не лазерная эпиляция. Сейчас скажу. Короче, к револьверу подключается датчик, который начинает фиксировать выстрел и как ведет себя кванты, как ведет себя волна, и как ведет себя это поле. То есть, если он выстреливает этот револьвер, получается, поле крутится, ну, заворачивается, не знаю, вправо, а если не выстрел, то влево. Так вот, о чем говорит этот эксперимент. Человек, который будет стрелять в себя... Мне просто от боли мысли уходят, поэтому, ребята, извините, что так долго. Я потом, может быть, новый эфир еще запишу и красиво расскажу. Без всяких отвлекаловок. Ай! Чао. Сейчас. Подождите. Я в себя. Без уколов. Не, не надо уколов. Давай пока без уколов. Так вот. Когда человек начинает в себя стрелять, то есть, револьвер делает выстрел, тот, кто себя убивает, всегда будет наблюдать осечку. А если тот, кто наблюдает со стороны револьвера и на того человека, который в себя стреляет, как в русскую рулетку, у того этот человек может от одного выстрела умереть, либо не умереть. Каждый раз, когда стреляет револьвер, каждый раз, когда вылетает пуля, вселенная разделяется на две части. В одной части пуля убивает человека, а в другой части человек остается жить. Где пуля убивает человека в одной вселенной, ну, тот якобы мёрзв, но для наблюдателя. А тот, который себя убивал, он остаётся жив, то есть у него осечка в его мире. револьвер опять стреляет, и опять реальность распадается на две новые реальности, то есть множится. Каждый раз с каким-то действием, с каким-то выбором вселенная множится у нас на две части. Тот, кто будет себя стрелять, убивать, вешаться, травить, попадать под машину, у него всегда будет реальность, что у него осечка, порвалась верёвка, он не может умереть. Но наблюдатели при этом будут наблюдать в параллели о том, что этот человек мёртв. То есть каждый раз, кого бы вы ни хранили в своей жизни, кто бы не умирал, в вашем мире этот человек мёртв, но вселенная постоянно расширяется таким образом. Сам наблюдатель, то есть вы, всегда живы. То есть вы можете сейчас попробовать себя убить, вы останетесь живы, но для ваших окружающих вы будете мертвы. Блин, с этой боли я даже не смогла нормально рассказать. Я подготовлюсь, потом выйду в прямой эфир и расскажу на примерах. Давайте лучше по вопросам. Квантовое бессмертие обозначает то, что вы себя не можете убить, вы не можете умереть. Ваша жизнь бесконечна, она никогда не закончится. Даже если вы попытаетесь себя убить, да, если ваши мужья останутся без жены, да, ваши родители останутся без ребёнка, вы останетесь живы, в вашей реальности. В вашей реальности вы будете продолжать жить, но в параллельной реальности, с каждой попыткой, которая вас вела к смерти, в параллельной реальности, вы будете для других мертвы. У меня было несколько попыток суицида, и я жива. Настасья уже даже подтвердает. А если человек умирает от старости, тоже так. Но вы как наблюдатель в своём мире наблюдаете устаревшего Микки Мауса, который умирает, но тот в своей реальности, он не умирает, он бесконечно в этом теле до тех пор, пока он не захочет его поменять сам. Но меняется это тело после сна обычного, то есть забвение, но мгновенное. Старости не существует, да, это тоже, конечно же, шаблон. Вы наблюдаете стариков, но при этом вы молодой. А те, кто уже чувствует себя, ай, блядь, извините, соря, но это очень больно, иголка втыкается очень глубоко под кожу, и потом бьётся током, и я забываю, что хотела сказать. Ты мне укол хочешь сделать? Блин, я буду просто очень сильно кричать. А что, там есть моменты без укола, которые уже анестезии? Ну я тебе делаю, ты орёшь. В зону надо это. То есть я просто в другую реальность попаду. Смотри, не ты в другую реальность попадаешь, ты в этой же реальности остаёшься, но окружающие попадают в другую реальность. Не ты. Ты всегда в этой реальности, и ты не можешь... У нас всегда есть миг здесь сейчас, который бесконечно продолжается, и мы всегда проживаем в том теле, в котором мы себя видим. если вы сейчас ощущаете себя в старом теле, ну вы хотите себя ощущать в таком старом теле. Сейчас, секундочку, подождите. Ты колешь? Уже. Ай, блядь. Сейчас, подождите, мне уколы сделают. Нет. Ай, тут? Ай, больно, да. Сейчас. Пока пишите вопросы. Не, нормально. Пережила укол. А-а-а. Можно? Ай, больно. Тут. Сейчас люди... Ай, блин. Сейчас, подождите, мне сейчас сделают уколы. Можно? Да. Тут больно? Больно. Ай. Так, осталось. Все нормально? Ну, пока, да. Короче, пока у меня больше проходит, подождите, я сейчас не могу проквантовую эту. Давайте про эпиляцию. Кто-то там мне задал вопросы. Мальчики, извините, я сейчас девочкам отвечу. Мальчики тоже не извините. Ну, у меня просто очень много мальчиков смотрят. Ну, им-то это наших не нужно. Хотя, у кого там, вот здесь вот шерсть стоит на рубашках, многие, я знаю, парни депиляциями, это шугаринги ходят, мучаются, они тоже могут один раз пойти и себе что-нибудь убрать, и все там. Короче, процедура очень больнючая тем, что нужно ставить уколы. То есть... Да, если не надо. Когда мне уколы поставили, я уже не чувствую, когда вот эта толстая игла впивается в кожу, в каждую волосинку, бьется током, и потом эта волосинка перед этим выдирается. Но зато навсегда. Короче, больнючая для меня это уколы. Ноги, уколы, по-моему, не делаются. Заворачивается обейсболл на 2 часа пленку. Это если ноги ленки? Это не лазерка. Лазерку я делала уже 12 раз, и она мне вообще ноль эмоций, как говорится. На ногах чуть-чуть помогло, а вот интимка нет. А вот я делаю сейчас интимку, и прикидьте, где-то там обкалывают половые губы, и я поэтому просто в шоке в ахуе, потому что больно. Уколов 20, мне нужно воткнуть в писюндру мою. И когда это анимеет, всё, я потом ещё 3 дня хожу, как будто в железных трусах, потому что я уже четвёртый день делаю, ну, по чуть-чуть, потому что я долго не могу выдержать. Вот, и 3 недели заживают раны. Раны, сейчас покажу вам примеры, какие раны. если... Блин, не покажу, не видно. Короче, у меня шнур. Так, рамки больно... Они не болят, ничего, просто чешутся, чесать нельзя, чтобы не остались шарапы. И... Короче, вся зона бикини у меня просто одна сплошная чёрная корка, чёрно-красная, скромная, запечённая. И поэтому некомфортно 3 недели ходить в раскорячку. Так, сейчас почитаю всё. Вроде как у меня укол отошёл, наверное, нормально. Я застряла на 40, а мне 24. Слушайте, мне 37 лет, но вот я вживую, когда встречаюсь, мне больше 25 никто не хочет давать. Или говорят, максимум 30. Вот как ты себя ощущаешь, ты можешь менять своё тело. Тело меняется после сна, всё равно каждый раз вы его меняете, хотя вы можете в одном и том же теле долго себя осознавать. ещё раз напомню, вы умереть не можете, но вы можете оставить своё окружение, которое будет оплакивать вас в параллельной реальности при каждой попытке себя убить. То есть при каждой попытке себя убить в одной реальности, которую вы ощущаете, у вас исечка, то есть любой суицид, который был в вашей жизни, вы знаете, вы умерли. В параллельной реальности вы умерли. И у вас... Блядь. Ай, это было больно, что ты сделала. Правда? Очень. Ты мне что-то сделала непонятное. Блядь. Это было очень больно. Ты меня ущипнула ножницами кожи, да? Что, и серьёзно? Да. Где? Не знаю. Где-то там. Ладно. Нет, я думаю, или даже где-то... Короче, при любой попытке суицида или где вы вспомните, вы выжили, вас уже родные похоронили. Это точно. Реальность всегда, где была возможность у вас умереть, развивается, ну, как бы, на две части разделяется. И в одной реальности, которую вы ощущаете, вы продолжаете жить, и у вас осечка, случайность, вы там, типа, в рубашке родились, была авария, я чуть не умер, вот каждый раз чуть я не умер, вас в это время уже хоронят в параллельной реальности все ваши знакомые, вы продолжаете жить, ну, как бы, вообще с новыми людьми. Ау. Ну, люди-то, это тоже персонажи, которые вами придуманы и наделены вашими чувствами, поэтому, в принципе, тут ничего страшного. Так. А правда, что делать, если не осознаешь свой возраст? Кажется, что все, молодеешь. А уже пенсия скоро, так ничего не делать, кайфовать. Как только вы начнете сейчас вспоминать ребенка, вспоминать в себе ребенка, раскрывать те чувства, которые вы испытывали в детстве, вы начнете молодеть. Как только вы поработаете с шаблонами, я все знаю, что нас старит? Нас старит шаблон, я знаю, наша бодрость, которая просто блокирует нашу жизнь от всех наших желаний, от вот этого потока, по которому мы движемся, который мог бы исполнять наши желания, который давал бы нам радость, тот, который поток делал бы нас счастливыми, мы его блокируем тем, что а, я знаю, у меня не получится, а, я знаю, на это нет времени, а, я знаю, они там обо мне херню подумают, и мы себя тормозим и не делаем то, что мы хотим, мы себя так останавливаем, это и кожа, и тело, то есть, это вот наша мудрость, вот мы старики с вами даже вот в молодости, скоро, скоро будет такое время, когда вы в тысячу лет будете себя ощущать, ну, как вот мы в 20 лет себя ощущаем, и средний возраст скоро по вашим шаблонам будет 300 лет в среднем, где-то так, 300-400, это вот самое ближайшее время, то есть, то, что сейчас люди доживают до ста, это, можно сказать, умирает в младенчестве, но сами устаревают, потому что не хотят развиваться, так, благодарю тебя за книгу, теперь слушаю Ауди, как вылетаю, она мне очень помогает, ой, классно, слушайте, я Ауди честно начала слушать, Вика говорит, я под нее засыпаю, мне надо, наверное, где-то в машине ее послушать, дома прям хочется спать, когда Викинг голос, он такой в бою кивающий, Вика менеджер записала, пошла в студии книжку, и я, короче, очень рада, те, кто плохо видит, особенно, мне просили, почему у меня вообще идея такая, возникла аудиокнигу, слабовидящие люди стали просить у меня записать аудио, читать не могут, ну, типа, сложно с телефона, я записала, наслаждайтесь, можно теперь в машине включать и слушать книгу про деньги, после каждого прочтения приходят денежки, получается, сестра у меня умерла, просто мы ее не видим, а она в другую реальности, ну, да, 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 ну, вы еще с ней можете пересечься, причем, ай, делали это уже не раз, мы всегда пересекаемся, с теми, с кем мы уже пересекались, вот, просто либо мы не узнаем тело, ну, это те части нас, это же мы тоже, сестра, это же тоже часть ваша, какая-то, которая нужна была вам, эта сестра, вовне, чтобы, ну, как бы, себя увидеть, как в зеркале, осознать, она же транслировала вам ваши те части, которые вы пришли познать, да, вы либо их уже познали, поэтому сестра, как бы, перестала с вами резонировать, ну, то есть, как бы, какой-то опыт прошли, либо, наоборот, отвернулись и решили не познавать эту тёмную свою какую-то часть, тёмную, это не значит плохую, тёмную, это непонятную, которую вы себе не хотите открывать, она может быть и хорошей, и плохой, ну, как назначить, как говорится, наблюдатель, и тот, кто стреляет, один и тот же человек, нет, это люди-то разные, а Бог внутри и сознание едино, ну, что такое человек, да, ну, все разные, то есть, я человек, она там человек, вы все люди, мы все разные, и мы не одно и то же, естественно, но у нас единое сознание, но это сознание сейчас не понимает, что мы одно, единое сознание, вот это вот единство в нас пока закрыто, мы только приходим к этому единству, у нас у всех божественного начала, тот Бог, да, к которому там все ходят, молятся, в Библии расписаны, там, веды и тому подобное, все говорит, ну, об одном, о нашем едином коллективном, какая-то часть вас, да, в другом теле наблюдает, другая часть участвует в этом процессе, ну, получается, с другой точки зрения, смотрите, я сейчас наблюдатель, да, я наблюдатель, который, наблюдая свой мир, осознаю, и я не понимаю, что вокруг меня люди меня тоже наблюдают, я этого не понимаю, потому что я только, ну, со своего взгляда могу быть наблюдателем, в моем мире других наблюдателей нет, но если взять их другой мир, квантовую физику, кванты в мире, то в их мире, блин, я этот нейтральный персонаж, можете сказать, блин, мне слова путаются, даже не знаю, как это объяснить по-другому, вам подумать, короче, единственное, что вам, вот, не забивайте вот этим голову, я просто сейчас даже не смогу объяснить, особенно с такой болью дикой, которая сейчас у меня тут происходит, и не забивайте этим голову, просто знайте, то, что вы лично, наблюдатель с вашего тела не может умереть, с вашего тела, оно бесконечное наблюдение будет, все ваши попытки суицида, они просто оставляют без вас других персонажей, но вы продолжаете жить в новой реальности, и ваша реальность всегда осознанная, и вы всегда будете осознанны, в каком бы теле вы бы не были, то есть вы просто взять и исчезнуть не сможете никогда, так что перестаньте уже париться, и перестаньте спешить куда-то, перестаньте спешить доделать дела, успеть в этой жизни что-то сделать, она бесконечна, вот настолько бесконечна, что вы все успеете, поэтому наслаждайтесь жизнью размеренно, идите по пути, ради самого пути, а не конечной цели, потому что конечной цели нет, и не будет. Еще такая тема, что душа проживает только одну жизнь, чтобы не возникло этих бесконечных доложений, если с этим человеком, если с этим человек захочет экспериментировать, но это только лишь суждение об этом, может быть и так. Я просто уже за последний месяц столкнулась с двумя случаями, с двумя случаями, за последний месяц, даже последние две недели, когда мертвые стали живыми, первый случай, когда я проработала с девочкой, она сейчас со мной в команде, у нее умерла мама после рака, она пришла со мной работать от того, что мама умирала от рака, и оставалось ей жить, сказали, вот-вот убирает, ну все, домой отправили прощаться, вот, мы с ней значит проработали, в итоге мама умерла, на консультации была я и Вика моя, менеджер, она всегда со мной помогает трансформациями заниматься, и непосредственно это девушка, у которой мама болела раком. Мама умерла, вот, я и Вика, мы помним о том, что она нам писала и говорила, мы ей долго еще соболезновали, и мне действительно было очень жаль ее мамы, потому что, ну мы реально работали с ней, вот, прям, с утра до вечера, круглосуточно, она еще такая умничка, трансформировала программы, вот просто, там, пачкала по 30-50 штук, вот, за день, а не по 3-4 программы прорабатывала. Значит, проходит месяц или два, там, я не зайду, какой-то вот такой небольшой период, у меня уже все в голове просто смешалось, я очень много работаю с людьми, у меня уже каша просто, сколько мы там с ней проработали, потом прошло время, ай, блядь, ай, больно. Она кому-то начинает в чате объяснять, что у нее мама там жива, здорова, тратата, мы с Викой с ней вдвоем пишем одновременно, чё, у тебя мама жива, мы же соболезновали, ну, как бы, неделю тебя успокаивали, она такая, вы чё, ребят, у меня мама жива, я вот до сих пор вот прийти в себя не могу, ну, как это так, мы ее похоронили, она жива, а потом, мы вчера были в Севастополе с Ольгой, семейная кухня, блогерша, очень, вообще, крутая женщина, блин, с Вовчиком, они там готовят такую классную еду, и я с ней познакомилась, вот поехали мы в тур с ней по Крыму, и она рассказывает ситуацию, что умер человек, они его, ну, она лично, Ольга его не хранила, короче, отец, ее, там, короче, мужчина, пускай будет, мужчина, короче, умер мужчина, из их ближайшего круга друзей, как объяснить, они, короче, дружат с одной семьей, и там папа был взрослый, он умер, они его поминали три дня, поминки были, все, там, короче, с друзьями собирались, все поминали, проходит, вот, маленький промежуток времени, тоже, я не помню, сколько Ольга говорила, там, месяц-два, он живой, он живой, и она это узнала случайно, и просто офигела, как они вот взяли и вернули его к жизни, а еще я третий случай вспоминаю, у меня друг умер, и все сказали, что его похоронили, я только сейчас его вспоминаю, что в аварию попал, вот, на Камчатке, и я недавно увидела его, этот, инстаграм, я еще никому не рассказывала, где он, блядь, в прямых эфирах рассказывает, что там на Камчатке происходит, я, короче, охерела просто, ну, то есть, люди могут возвращаться, как это работает, я не знаю, я еще с этим не разбиралась, но я обычно всегда в этом астрале копаю информацию, мне интересно, ну, что-то такое узнать, раскопать, и я буду вот с этой темой разбираться, потому что, реально, она меня торгнула, как так, я так думаю, если я сейчас вспоминаю, таких случаев было много, при выборе любом, тоже раздваивается, по квантовой интерпретации, да, при любом выборе, наша реальность раздваивается, при любом выборе, не только при смерти, а я с мая месяца проживаю одно самоубийство, за другим осознательно, это что, но вы в параллельных реальностях себя хотите убить, вам нужно понять, блин, зачем вы себя убиваете, и что-то вам нужно сделать, чтобы начать жить, вот, жить, ну, понятно, мы существуем, мы живём, мы есть и так, а имеется в виду жить, наслаждаться этой жизнью, жизнь, это же постоянный поток, расширение, внеизвестность, в познание нового, в этот интерес пойти, вот, мы на самом деле и мертвы, и живы одновременно, то есть мы вроде как живы, да, но при этом жизнь не течёт, мы мёртвые трупы просто живём, вот как роботы, работа, дом, чё ещё, работа, дом, выпить вечером, да, есть, поспать и всё, вот, мы, считай, с вами не живём, мы, блядь, как роботы, и всё время пытаемся себя расшевелить, жизнь, она вообще другая, ну или когда про зубы, но я сейчас в путешествии, поэтому книжку отложила пока, так, куда ты хочешь на эпиляцию, короче, электроэпиляция, я не дошла, ну, во многих городах я не дошла, во-первых, потому что специалистов нет по этой теме, очень мало их, ну, они есть, но их очень мало, ну, в моей реальности, по крайней мере, нашла в Новороссийске, и Юлию, она со мной знакома уже второй год зовёт на эту процедуру, я говорю, нет, я сделаю лазерную, но в итоге, сделала лазерную, не помогла, пришлось идти мучиться, она больничая, она больничая, поэтому не распространена, для избранных, да, для избранных, сколько стоит, все уже процедуру, раз 100 спросили, давай, у меня стоит полторы тысячи час, полторы тысячи рублей час, и плюс иголка, и плюс иголка, и плюс анестезия, все идея, 250 рублей ампула, и 150 игла, игла 150 рублей, и анестезия 250 рублей, вот, а сколько нужно часов, на пипиську, ну, могу сказать, что мышка, предмышки, это настолько индивидуально, например, две мышки у меня бывает 40 минут, а бывает 4 с половиной часа, короче, подмышки от 40 минут до 4 с половиной часов, только подмышки, все зависит от того, да, какие у вас там заросли, волосы, и, и насколько вы сможете это выдержать по времени, ну, я, например, прошу, чтобы она делала перерыв после каждого волосинки, ну, то есть я не могу, хотя она может очень быстро работать, я требую перерыва, поэтому у меня время, ну, растягивается, но опять же, как пожелаете, а пи-пи сколько часов? Если мышки, это такая локальная зона делается, ну, тоже где-то от 6 до 14 часов, было и так. Люди, пи-пи от 6 до 14 часов, поэтому даже если вы 6 умножите, ну, короче, 5 часов, да, в среднем, вернее, от 5 даже, это не в среднем, в среднем 10, я поняла, 5 часов на полторы тысячи, это будет сколько? Посчитать не могу. 9, а даже 7 500. 7 500, да, но дело в том, что эта фишка в том, что навсегда, не надо ходить на лазерку, и интимная зона, например, на лазерку, я ходила в течение года 12 раз, всякими разными лазерами, всякими разными, в разных, в этих салонах, короче, не берет вообще, а я хочу, чтобы там было все красиво, слышно, один раз 5 часов, кто же будет работать, это редко, ну да, мы поняли, каждый сам по себе наблюдатель, остальные, это просто персонажи, но каждый персонаж тоже наблюдатель в своем мире, да, в своем мире, самое интересное, что всех, кого вы видите в вашем мире, их нету, это проекция ваших клеток головного мозга, но в их параллельном мире, да, они есть, но не в вашем поле, все равно вы о них никогда ничего не узнаете, кого бы вы там не говорили, я его чувствую, я его знаю, это все про вас, про самого себя, сами чувствуем, сами про себя говорим, квантовая физика, мое хобби, о, Анатолий, классно, поделитесь потом чем-нибудь интересным, я очень много знаю экспериментов по квантовой физике, я вообще давно ее, тут уже третий год юзаю, постоянно что-то читаю, про квантовое бессмертие, я еще три года назад рассказывала, ну, как сказать, у меня есть, а нет, я по-моему эти эфиры удалила, но потом, когда люди смотрят на мое лицо и говорят, что она может сказать по квантовой физике, там, что за бред она несет, я поудаляла все свои эфиры по физике, вот, у меня было очень много, про эксперименты разные, сейчас я вот в своих эфирах вообще не говорю про физику практически, чисто только люди живите, радуйтесь, трансформируйте шаблоны, хорэ там вам вообще, сидеть, грузить других людей своими ожиданиями, перестаньте там навешивать на людей свою ответственность, ответственность, ну, я вот так сейчас больше говорю, про квантовую физику, это, наверное, надо дядю бородача какого-то серьезного, знаете, такого умного, прям похожего на ученого, который будет с умным лицом это рассказывать, тогда ему люди поверят, но, как бы, я вообще странная, лежу на эфирации, рассказываю про физику и про квантовую физику, это же ненормально, блин, мне смешно, вот, короче, все, кто на меня подписан, ну, знают, какая я странная, и, как бы, уже проверили, как это все мои слова в действии работают, а новички, конечно, сейчас будут в шоке, от моего эфира, я об этом догадывалась, и теперь знаю наверняка, а, Анастасия, да, то, что вас преследуют, вот эти вот суициды, ну, я поняла, о чем вы, вы не упрете, Нелли, откуда ты берешь информацию, она ко мне приходит через сны, ну, это первый, да, источник мой, второй источник, где-то в часа в три ночи, я почему до трех, до четырех никогда не сплю, просто приходит какая-то мысль, я ее начинаю записывать в блокнот, и все, я не могу остановиться, я утром читаю, хереваю, это вот второй мой источник, третий источник, рефлексия, когда я начинаю говорить какой-то один инсайт, у меня приходит информация, и потом эта информация подтверждается, подтверждается, ну, то есть я даже канал рефлексии записал, сделала в телеграм, любой может добавиться, вы на видео рассказываете о каком-то инсайте, а к вам приходит еще больше, еще больше, еще больше, чем больше вы сами с собой разговариваете, тем больше информации вы начинаете получать, я рефлексирую сама с собой дома, там, перед зеркалом, очищу зубы, все время рассказываю о чем-то сама себе, и потом я начинаю эту информацию наблюдать, то есть я такой козерог приземленный, который во всем сомневается, ничему не верит, то есть я фильтрую информацию, очень скрупулезно, как говорится, я ее проверяю на практике, и потом эта практика мне начинает подтверждать, что да, это так работает, вот как я эту информацию воспринимаю, я вижу, как это работает в моем мире, что это подтвердилось, раз подтвердилось, два подтвердилось, потом я уже о ней рассказываю уже уверенно, когда я ее проверю. Третий источник, ой, четвертый получается источник, каждый человек, это же мое отражение, мое зеркало, и кто бы мне что ни сказал, я начинаю анализировать и складывать пазлик, я слона стараюсь, если с одной точки обзора вижу там хобот, я начинаю противоположное мнение слушать и соединять, каждый человек смотрит на что-то, на одно событие, на слона, на что-то, с разных углов зрения, и каждый мне может рассказать об истине, вложив какой-то свой вклад, как бы противоположные эти мнения бы не были, они все пазлики одной картины мира, и поэтому я люблю прислушиваться к людям, вообще я ненавидела раньше людей их слушать, потому что мое мнение, самое главное мнение, но в последнее время я стала замечать, что мне даже в своей информации надо все время сомневаться, чтобы эту картину мира все время видеть лучше, четче, яснее, и я собираю эту информацию от людей, вот даже еду, я вижу баннер, и все, и на баннере, например, написано «Сусанин», и мы, знаете, мы потерялись, когда к дому подъехали, не могли вокруг дома припарковаться, это было у нас позавчера, или позапозавчера, когда мы были в Севастополе, нам нужно было снять квартиру, и мы по дороге увидели баннер «Сусанин», это, скорее всего, я не знаю, что это было, кафешка, я говорю, ну все, сейчас будем кругами ездить, через две минуты мы подъезжаем к дому, там что-то перекопали, мы вокруг дома вот такими кругами ездили, не знали, где остановиться, и я вот эту информацию смотрю везде, это просто тупой был пример сейчас, но реальный, в поток входишь, ну да, типа того получается, ну и плюс, чтобы фильтровать информацию, да, и чтобы эта информация была чистой, нам нужно убеждение наше, шаблоны мышления, которые мы мыслим, крайности, в которые мы впадаем, рассоздавать, то есть я постоянно работаю с шаблонами мышления, я создаю крайности, и не пытаюсь, в какую-то крайность влезать, не делю на плохое-хорошее, не делю на правильно-неправильно, не делю на, ну, на вот эти вот противоположности, и стараюсь смотреть на любую информацию, отстранённую, не давая ей никакой оценки, ну и тогда информация идёт, ау, ну, чистая, можно так сказать. подскажи, какой самый эффективный способ проработки желаний? Так, за желаниями стоят наши чувства, поэтому вам нужно осознать, какими подсказками ваш ум пытается вам рассказать, какие чувства вы хотите испытывать. то есть ум прекрасный фантазёр, который рисует нам какие-то образы, и мы говорим такие, о, я хочу в Лондон. На самом деле, мы, возможно, где-то читали книжку про Лондон, где-то смотрели какую-то сказку, видели там картинку, либо изучали английский, видели часы Биг Бен, да, или Таврский мост, там, вот это вот всё красивое, и нам это всё интересно, и мы хотим это увидеть. Но мы не осознаём, что мы не в Лондон хотим, а хотим вспомнить то приятное ощущение покалывания там бабочек в животе, когда мы изучали английский, или когда мы читали ту сказку, и нам было очень приятно, потому что рядом сидела бабушка и кошечка, и мы были возле камина на даче. То есть наш ум начинает нам подкидывать какие-то желания в виде каких-то образов, за которыми стоят на самом деле те чувства, которые мы хотим испытать. Поэтому не всегда, даже большинство случаев, всегда, когда мы исполняем наши желания, мы не удовлетворены, потому что мы на самом деле хотели совершенно другое получить. Поэтому ваше желание – это понятный способ узнать о ваших чувствах, которые вы хотите испытать, вспомнить, дать себе наконец-то, потому что вы эти чувства все блокируете в себе постоянно. Ну, по разным причинам есть шаблоны всякие, и вам не желание нужно прорабатывать, да, а себя начать узнавать. И пускай ваш ум будет очень классным переводчиком в образы, которые мы называем желаниями. Проводи эфир лёжа, ты такая секси, ой, спасибо. Ай! Так, а какая жизнь, какая другая, я не помню, о чём я тут говорила. Они возвращаются, потому что можно менять прошлое сейчас. Да, можем. Есть автор, Орис, он пишет о бессмертии, живёт в Крыму. Прикиньте, вы просто не поверите. Дело в том, что Орис, это был мой ник на протяжении 20 лет во всех, где бы я не регистрировалась, штуках. Орис, потому что это один из персонажей культовой игры героя и мой любимый. Офигеть. Вы сейчас мне напомнили про этого автора. Нет Бога над Богом, ведь я думаю, нельзя вернуть человека. Но самое интересное, что и человека-то никогда и не существовало. В вашей реальности это просто иллюзия, людей-то нет, а вы всегда существуете. То есть, вы не можете себя вернуть, потому что вы никуда не уходили, а других не можете вернуть, потому что их и не существовало. Я в это не верю. Ну, как бы, не верьте. Попробуйте себя убить, не получится. Но ваши мужья, ай, останутся без жены и дети тоже, без мамы. Ну, будет свой опыт проходить, они вас не просто так выбрали. А как долго после такой эпиляции не растут волосы? Вот после этой эпиляции никогда в жизни больше не вырастут. Ну, не за один раз. Ну, да, это не за один раз. То есть, получается, ну, нужно несколько раз сходить, потому что потом спящие волосы еще вылезут. Ну, вот эти вот, которые убили, их уже все. И они на всю жизнь. Но через какое-то время, может быть, даже через три месяца или через полгода вылезти волосы, которые вообще спят и никогда не вылазили. Поэтому, короче, самый убитый волос из этой лупки больше никогда уже не вырастет. Навсегда, можно так сказать. если он вообще живой был. Ну, да. После лазерной волосы растут. То есть, надо каждые полгода потом ходить. Все равно, чтобы вам не говорили, что это навсегда это чушь вообще собачья, а интимное вообще не берет. Вот волосы на ногах у меня взялись частично, процентов так 70. Но если время еще пройдет какое-то, я так думаю, они будут все равно расти и расти. Зачем удалять надо было? Ну, мне хочется, у меня блажь такая. Крутой эфир, надеюсь, он сохранится. Слушайте, не знаю. Так. Подписаны иностранную сами стране всех. А, подписаны иностранную Нелли сами стране всех. Страна такая странная у нас. Я в шоке первый раз на вашем эфире. Ну, как бы, я веду его обычно более серьезно и более нормально. Это вот такой эфир, когда мне делают очень больно. Я в первый раз вообще веду. Так. У меня брат, которого я похоронила, приходит во сны и не верит, что он умер. смеется, типа, ты чего, пошли в кафе. Вот. Про сны очень много тоже есть информации. У меня есть эфиры про сны. Сон – это же такая же реальность, ваша такая же реальная, как иллюзорная наша реальность. То есть, даже сон, он даже реальный реальности, которую вы сейчас вот это вот видите. Это называется объективная реальность, которую вы сейчас видите. А сон – это сон. сон такой же реальный. Вы во снах можете перемещаться по разным вариантам ваших событий. А вот эту вот реальность, вы проживаете с шаблонами. Во сне ваш ум не тормозит и не говорит, что это невозможно. Там вы можете управлять сном, вы можете перемещаться по разным реальностям, которые вы постоянно создаёте и проживаете. И это можно делать осознанно, между прочим. Очень много учений, как научиться осознанно себя осознавать во сне. Мне очень часто приходится быть в осознанных снах, где я черпаю информацию, но заигрываться не хочу, потому что я ни хрена не высыпаюсь вот потом с такими синяками. хожу и даже не знаю почему, но я не сторонница осознанных снов. Мы эту объективную реальность осознанно не можем прожить, а люди уже хотят осознанно сны проживать. То есть прикиньте, вы в реальности спите постоянно, не можете здесь сейчас жить и осознавать себя, а вы уже в сон стремитесь. То есть научитесь сначала в жизни быть здесь сейчас, научитесь проживать осознанно реальность хотя бы, а потом стремитесь уже проживать осознанные сны, а не наоборот. Многие вообще убегают от реальности и потом в этих осознанных совпаст пропадают. Но я не думаю, что это прям круто. Все заходит, все, что рассказываешь, но это не зашло. Мне не надо, чтобы это зашло кому-то. Вы просто можете посмотреть про квантовую физику, очень много роликов про квантовое бессмертие, и про Ката Шрёдингера, и вообще как наш мир работает, о том, что мы 9 триллиардов раз в секунду распадаемся в ничто, а потом наш мир собирается обратно в картинку мира, делать чёткий слепок нашего сознания. Ролик тот «Вы живы и мертвы одновременно». Да, «Вы живы и мертвы одновременно». Называется ролик. И мы вибрируем постоянно, мы никуда не двигаемся, просто картинка очень быстро меняется, и у нас создаётся иллюзия того, что жизнь живая, и всё крутится, вертится, жизнь течёт, время течёт в этой объективной реальности. На самом деле мы всегда в одной точке наблюдателя наблюдаем вот эти кадры, которые очень быстро меняются, и мы можем, меняя шаблоны в голове своей, те фильтры, которые создают эти картинки вокруг нас, и создавая иллюзия мира, можем, меняя шаблоны, видеть совершенно другие картинки мира. Вот все ваши проблемы, все ваши болезни, это же все ваши подсказки. Ай, блядь, сорян, что ты, где уколом? я тебя сюда крыла? Ау! Вот так она делает? Сорян, это я не вам, это я мастеру говорю мат. Слушайте, у меня есть эфиры, где один сплошной мат. Сегодня даже очень больно, я не матерюсь, круто. я уже даже не помню, меня отвлекли иголкой, и, видать, не надо было мне дальше продолжать говорить. Перейдем к другой теме, почитаю ваши сообщения. Главное потом, как бабушки, чиканутые по улицам, не ходить, руками махать, не базарить с собой. Согласна. Нелли, получается, если человек умер в этой реальности, то оживает в другой, и эти реальности пересекаются? Нет, он не то, что оживает. Он в этой же реальности, где он был, ну, как бы и остается, с ним ничего не происходит. У него в реальности всегда сечка, он... Даже не осознает. Он не осознает, что он умер. Он у нас передумает просто в следующий раз. У него всегда так было, он передумал, и веревка была худой, и сразу порвалась там, ну, в общем, и спасли, и я в рубашке родился, и я чуть-чуть не попал под машину, то есть он продолжает жить, как и жил. А в параллельной реальности те, которые его наблюдали в своем мире, у них этот человек умер. Но не потому, что этот человек умер, а потому, что вы захотели наблюдать, чтобы этот человек исчез с вашего поля, вашей реальности. Он же просто иллюзия, вы захотели больше не наблюдать эту иллюзию. Эта иллюзия в параллельной реальности живет своей жизнью. А в вашей жизни ваше желание, чтобы он исчез с вашего поля, поэтому он исчезает. Шум в левом ухе при любом движении. Слушайте, у меня шум в ушах при любом движении бесконечен. Иногда, когда головные боли, страдают мигренями. Все суперкрутые люди страдают мигренями, все ученые. Блин. Поэтому я уже с этим смирилась. Шум в ушах. Мой мозг настолько шуршит, если это же как объяснить, что-то такое осознает, но неронные связи, устойчивые неронные связи, которые образуют вот эти солитоны, по которым бегает электричество в башке, в моей мозге, они, естественно, сопротивляются, не могут это переварить. И любая новая информация воспринимается мной самой для себя же в штыки, но я ее рассматриваю и понимаю, как она классно внедряется в мои мозги. И вот этот процесс, у меня болезненно происходит в башкоре. И поэтому у меня шум в ушах, давление поднимается. Все это из-за этой информации, я думаю. Короче, я себя перестраиваю очень быстро, и это для моего тела болезненно. Тоже не могу пока разобраться, как минимизировать мои головные боли и вот этот шум в ушах. Пока я до этого не дошла. Я сама себе помочь не могу. Мне нужна будет помощь все равно тех людей, которые справятся с выкрениями, и я буду работать с такими людьми, когда найду их. Вот. Все, что мне пока предлагали, эти методы уже были на мне испытаны. Ничего новенького пока не нашла. Вот я могу другим помочь, себе нет. Себя где-то не вижу. Нелли, ты губы увеличила? Нет. Я вообще с губами никогда в жизни ничего не делала. Это мои. Мои, мои. Нелли, пожалуйста, подскажи, как разобрать ситуацию? Младший сын плохо спит ночью. Вот только хотела сказать. Я не могу сама себе помочь в вопросах головной боли, шума в ушах и бессоннице. Я не сплю ночью с детства. Ау. А из прошлых жизней разве не могут этих эмоций? Я не верю в прошлые жизни, ребята. У нас бесконечно здесь сейчас и параллельные варианты событий. Поэтому вы все прошлые жизни проживаете сейчас. Вот прям параллельно. Все прошлое, все будущее, все варианты событий. Ай. Блин, не хочется тебя ударить. Погладь. Все прошлые жизни, а не в будущем. Все настоящее и будущее, оно все сейчас параллельно проживает с вами. Поэтому я не делю на такие отрезки времени. Какая сейчас инфа про сущностях? Слушайте, в моем мире реальность не существует, и у меня есть два эфира про сущности. Посмотрите. Не хочу повторяться, вообще эту тему не люблю. Какая-то тупая тема про эти сущности. Это ваши неродные связи и ваша больная фантазия. и тем еще особенно, кто хочет переложить ответственность себя на сущности, вот, это вам в университет физики создания, или как они там себя, как они сейчас себя переименовали, вознесение центра, вам в центр вознесения, короче, или еще в другую какую-нибудь секту, кто перекладывает ответственность на каких-то сущностей, и вот. Нелли, сохрани эфир. Да он вообще чокнутый, вы че? От меня отпишутся сейчас 50% жителей моей головы. Чего герои ты играла в героев убоги? Да, я пять лет висела на героях, и герои это вообще мои любимые игры. Меча и магии? Да, Меча и магии, ну там не только. Ну или выглядишь так неразмутимо, будто вовсе не больно. Слушайте, вы не представляете, какая-то адская боль. Ну, в некоторых местах, где меня укололи, вот даже укол анестезии не берет. Где-то вообще не больно после укола. Но это у меня такая особенность. Мне всегда больно даже с анестезией, что бы я ни делала. Даже зубы чувствую. Вот. Да, и 99% людей анестезию чувствовать не будет. Вот сколько у тебя процентов людей, которые после анестезии говорят, что больно? Блин, наверное, процента 3. Процента 3. Это 300. Так. Хватит убивать волосы ради эпиляции эфиров. Ты добрая, такая милая, открытая, благодарю, солнечная. Что за процедура? Электроэпиляция. Так, мама в моих снах всегда жива и победила рак. Здесь ее нет уже лет 19. Ну, в любом случае надо смириться и во снах хотя бы можете с ней встретиться. у нас у нас есть такие шаблоны, что умерший человек не может воскреснуть. И чтобы доработаться до этого шаблона, это я не знаю, сколько нужно лет, если по зимы таким нашим меркам судить, прорабатывать такие шаблоны. Чем больше людей убеждены в каком-то шаблоне, да, то есть мы же единое сознание, тем сильнее он и рассоздать его нужно коллективно. Человечество пока не готово к этому. Есть шаблоны индивидуальные, с которыми вы сами работаете, либо с близким кругом людей, либо с единомышленниками, и реальность хорошо и быстро меняется. Есть такие шаблоны, что земля, например, круглая, которые рассоздать одному или там маленьким кругом людей практически невозможно, чтобы вы верили во что-то другое. Ну, можно. Хотя сейчас люди начинают возвращаться к тому, что земля плоская и такая, только в том месте, в каком мы ее наблюдаем. Вот если мы ее наблюдаем в плоскости, она плоская. Уже много гонят в интернете про землю, что она плоская. Кто слышал такие эфиры? Так, ладно, я из-за этой боли вообще у меня эфир странный. У меня вышло раз выйти в осознанный сон, очень четкий. Я выполнила задание, потом несколько раз просыпалась, а это был еще сон. Да, сон во сне такой тоже может быть. А можно вернуть сны? Не, ну, что было, то прошло, а вы просто можете создать новый сон. После одного учения я перестала видеть сны. А, вы про это, да, сны можно вернуть. Вижу редко, как-то странно, я почти не помню. Не хочу осознан, хочу просто видеть сны. Вы их себе заблокировали. Ну, во-первых, давайте по старому методу нашему. Для чего я хочу не видеть сны? Что мне это дает, когда я блокирую свой сон? вспомнить те события это другой метод. И я не знаю, что у вас там произошло. Те участники тех событий, которые повлияли на то, что вы перестали видеть сны, отдайте им всю эту информацию обратно и скажите то, что это ваша информация, ваши шаблоны, забирайте все это обратно. Это для того, чтобы ваш ум расслабился. Потом еще третий вопрос есть такой, что мне мешает видеть сны? Тоже есть ответы, которые придут. И все эти ответы, которые вы получите, нужно довести до абсурдности. Начать рассуждать, поняв, что это абсурд и что это ваше мнение, лишь суждение однобокое и каждый ответ имеет другую грань какую-то. То есть вот когда мы создаем шаблоны, нам нужно осознать, что это абсурд. Например, почему я не имею машины сейчас новой, езжу на старом драндулете, либо вообще у меня его нет. Ну, потому что у меня денег нет. Нужно довести до абсурдности, рассуждая, что это не причина не иметь машину, что деньги здесь ни при чем. Потом у вас может быть такой шаблон, я не умею водить. Тоже довести до абсурдности, что я уже боюсь. бред опять же. То есть довести до абсурда каждый ответ. И тогда вам ничего не будет препятствовать исполнению вашего желания, в том числе видеть сон. Плюс еще вариант такой. Я с вечера, когда ложусь спать и говорю, что я хочу, чтобы мне приснился сон, мне этот сон приснится обязательно. А если я еще спрошу саму себя, что я хочу увидеть во сне, и примерно дам себе задание именно там побывать и то увидеть, получить какие-то ответы, у меня будет сон именно про это. Если я просто ложусь спать, то я наутро ничего не помню, либо мне ничего не снилось. А если я с вечера даю себе установку, то эта установка она ай, блядь, сорян, больно было, то эта установка работает. Но я так думаю, что не установка работает, а ваш фокус внимания. То есть я верю, что мне приснится сон с моим ответом. То есть я знаю, верю, знаю и не сомневаюсь. Любое сомнение нужно рассоздать, довести до абсурда. Еще раз повторю. по ощущениям часа три во сне была, прошло полчаса. Мне бывает такое, что я просыпаюсь через 10 часов, оказалось, что я пять минут спала. Ну, тоже очень так. Времени же не существует. во сне приходят умершие брат, бабушка и папа. Всегда дают подсказку, либо говорят, что все будет хорошо, когда я в переживаниях. Ой, круто. Благодарите их, конечно же, за это. Я каждый раз смотрю Нелли и думаю, это мой самый любимый эфир или видео. Да, ну, следующий будет еще круче. Как избавиться от токсичных отношений с приятельницей? Что я должна в себе рассмотреть, не отстала со своим вечным негативом. Прямо ей сказать. Я никогда этого не делала, но сейчас сделаю. короче, хочу сказать, что хочу закончить наше отношение. Удали, пожалуйста, мой номер и поставьте ее в черной списке. Все. Не надо вам ничего объяснять. Может, во сне мы и живем, без тела, без шаблонов и эфир? Ну, как бы, конечно, мы и во сне живем, мы в объективной реальности. Мама моя лежала страшно болела, год в трауре. Получается, в ее реальности она здорова и жива. Ну, если она сейчас умерла, да, она здорова и жива. Брат снился после смерти три года и убеждал меня, что он жив. Показывал страну, места, море, где он живет. Смеется, что я не верю. Звонил мне в Астаха. То же самое было, когда папа умер. Ты подтвердила, да, 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 видите, подтверждение. Шум в ушах еще это твое магнитное поле с повышением осознанности поля активизируются и становятся мощными. Да, мне тоже много про поле говорили, но я не особо в этом пока разбиралась. При давлении высоком ноги или грелку или попарить в горячей воде давление быстро снимается. Спасибо, благодарю, не помогает, но а что не помогает? Я, наверное, мало пробовала, да, надо будет еще раз попробовать при мигрене. У меня тоже мигрени, очень много пью кофе. Короче, мигрени у меня, я отследила, у меня календарь мигрени, я записываю, перед какими событиями у меня мигрени уже много лет, веду такой календарь. Короче, если я ночью не сплю, у меня на утро всегда будет мигрень. Если я пью много кофе, у меня мигрени, если я курю, у меня мигрени. Вот, просто мне нужно избавиться от этих трех вещей. Самое сложное это спать ночью. Не потому, что у меня бессонница, оказывается, у меня ее нету, а потому, что я просто насильно заставляю себя не спать, потому, что ночью очень интересно всякие осознания, либо ночью опасно спать, если рядом нет людей. у меня был такой шаблон опасности. Я его еще не проработала, потому что узнала об этом шаблоне совершенно недавно, что я не сплю и заставляю себя не спать до рассвета, хотя очень хочу спать. Начинаю делать что угодно, лишь бы не спать. Смотреть фильмы, играть в игрушки и пить кофе, и ходить, прогуливаться, что вот прямо угодно, лишь бы не спать. Мне, оказывается, шаблот был, что ночью спать опасно. Я еще не докопалась до глубины вот этой опасности, что именно там страшно. Но если я докопаюсь, я тогда смогу спать, а если я смогу спать, мигрени у меня не будет. Зачем хочешь испытывать боль и неприятности, делая депиляцию? Не, хочу испытывать а, да, зачем я хочу испытывать боль? Хороший вопрос. Я не считаю боль чем-то ненужным и плохим. То есть это нормально и это даже суперкомпенсаторная мера для каких-то событий. Вот, например, смотрите, если в вашей жизни вы мёртвые, ну, 99% людей они мёртвые. Я тоже мёртвая очень часто бываю. Когда живём, как роботы, не здесь, сейчас, не осознаём свою жизнь, не радуемся, не счастливы. счастье, это вот сейчасе, не живём сейчас. Мы где-то в будущем, в целях, в своих планах, когда-то будем потом счастливыми, любимыми, добьёмся этого. Вот, когда мы мёртвые, нам нужен адреналин, чтобы себя оживить. И мы всяческими способами придумываем, ну, такую игру, поиграть в неё, чтобы оживить себя адреналином. и всё время вот эти вот события вызывают в нас эмоции и болевые ощущения. Я себе даю адреналин вот таким способом, например, делаю электроэпиляцию, то есть прожила, более живила себя. Я жива, я здесь, я сейчас. И эта компенсаторная мера компенсирует мне какие-то ситуации, которые я могла бы создать себе для того, чтобы испытывать адреналин. Я уже их не буду создавать. То есть всегда есть куча способов, как дать себе что-то по-другому. Например, вы задаёте себе вопрос, для чего я хочу испытывать какую-то душевную боль. А мне не хватает вот этих эмоций. Как их дать себе по-другому? Мы задаём себе вопрос и даём их себе. Всё, нам уже не придётся мучиться в той ситуации, потому что мы дадим то, что душа просит. И моя душа всегда просит адреналин. И в той или иной мере я себе даю. Пускай это будет вот такой адреналин приятный с полезным, чем я какую-то жопу схвачу неприятную. Поэтому лучше осознанно пойти на эту боль. Ну да, немножко больно так вот в том месте. Так. Я страдала мигренями долго, мучительно. Однажды окончательно задолжалась и запросила картинку по твоему методу с вопросом, что я показываю себе этими мигренями. Картинка пришла, я разобрала и всё. Блин, Виктория, подскажите, что у вас было за картинка хотя бы, жители моей головы. Слушайте, этот перл Виктория Лайвана менеджер или Кристина менеджер. Пожалуйста, девочки мои, запишите этот перл жителям моей головы. Я теперь буду это... Я их собираю, потому что мы хотим футболки сделать с надписями вот этими смешными там, типа нахер этот пиздоплан, да, вот такие приколы. Вот. Жители моей головы. Можно на футболке просто надписи будут там делать прикольные. Я собираю. Так, больше нет прикольных... Ай, блядь! Ай, что ты делаешь там у пола? Больше нет прикольных... Компенсатурная мера. Короче, скоро колосса. Я не чувствую ноги иногда. С чем это может быть? Это онемение, когда вы целенаправленно себя на протяжении очень долгого времени блокируете от эмоций. то есть вы не разрешаете себе плакать прилюдно. Вам стыдно, когда идет, например, какой-то фильм про любовь, и вам хочется расплакаться, а вы такие «Не-е-е-е!» меня либо тушь, отмазка, либо, ну, там я в кинотеатре, что на меня как на придурочные будут смотреть. Вот там заглушили, там заглушили. Где-то вы захотели высказать свои эмоции, вас обидели, а вы не высказали свои границы, не... человеку не объяснили. То есть потихоньку-потихоньку вы убиваете, ну, эмоции в своем теле, чувствительность вашего тела, а ноги показывают то, что вот это онемение... Ай, блядь, как? неважно, в какой части тела. То, что вы вот блокируете эти эмоции и не хотите их видеть. Вам все хорошо, вам заебись. Вы даже начинаете говорить, а мне пофиг, а вам действительно пофиг. Там где-то какая-то ситуация происходит, она про вас. Любая ситуация в жизни, она про вас. Если кто-то ругается на улице, это про вас, это ваш внутренний конфликт. Если плачет ребенок, это ваш внутренний ребенок плачет. То есть все вокруг, это же вы создаете и видите себя в зеркале. Но вы говорите, а мне пофиг. Когда вы говорите, мне пофиг, вы начинаете убивать себе вот эти чувства. Тело просто показывает, что, эй, ну, ты начинаешь эти чувства в себе убивать. Тебя сколько по времени мучить будут? Ой, Олечка, я с эфира выйду и тебе расскажу. Но пока еще несколько часов точно. Так, боль показывает на то, что надо решать. Меня головная боль возвращала в реальность. Как только создала, все прошло. меня она не возвращает. Судя по тому, как я вещаю эфиры, я уже все, что могла в себе перебрала. и я и так в реальности нахожусь часто здесь сейчас, поэтому головная боль, мне кажется, моя лично связана с чем-то тем, что я вообще еще не знаю. Во сне приходят умершие брат, бабушка и папа и всегда дают подсказки. А, это я уже читала. Я год назад кучу роликов про плоскую землю видела, а я полгода. Мне постоянно снится умерший муж, как будто он жив, и я все время не знаю, что с ним делать. Ты ничего, поздоровайся. Кайфани, ну, общение и все. У меня же другая семья, он как бы не в тему, но всегда весело и прикольно. Так, что за шаблон у меня другая семья, а этот во сне, значит, приходит. Я изменяю своей семье, потому что во сне, изменяю во сне. Блин, ребят, смешно. Когда к нам приходят люди из прошлой жизни, неважно, во сне, либо наши бывшие, либо друзья, там, вы начинаете вспоминать какого-то из садика, вот просто взяли в реальности, вам позвонил какой-то человек, которого вы не видели 15 лет. Вы же не просто так его притянули, вы притянули для того, чтобы вспомнить те чувства и эмоции, которые вы тогда испытывали, и их сейчас этих эмоций и чувств не хватает для какого-то букета, который в виде ваших желаний маячит перед вами. То есть вы пожелали какое-то желание, например, машину, за машиной стоит там комфорт, вы хотите машину, чтобы быть крутым, мобильным, быстрым, независимым, то есть вы хотите чувства какие-то определенные получить. И вы некоторые чувства можете себе сами дать, а некоторые чувства вы забыли как себе дать. Приходят люди и подсказывают вам, блин, а вспомни, мы с тобой 15 лет к свидания ходили, какие у тебя бабочки были в животе, и ты чувствовал такую вот легкость. Вот вспомни эти события. Люди приходят из прошлого, неважно, во снах или реальной, для того, чтобы вам просто напомнить, это же вы себе их притянули, этих людей, напомнить, какие чувства вы забыли, чтобы вспомнить и вставить в этот букет, который вы сейчас будете проживать, чтобы исполнить ваше желание. Я, блин, издалека уже и с этой стороны, и с этой стороны подхожу. все ваши желания для того, чтобы видеть ваши чувства, которые вы хотите испытывать и давать их себе. И весь наш мир нам подсказывает и вызывает вас на эти чувства, а вы эти чувства блокируете. Либо не даёте себе, либо не можете вспомнить. Придут люди, которые напомнят об этих чувствах, а букеты чувств это же не только позитивные, лёгкость, радость, нет, все чувства, они нейтральны, это мы сами их поделили на плохие и хорошие, а в теле это просто вибрация определенная. И вы для какого-то желания, например, вы хотите дом такой мощный, какие ощущения дом вызывает собственный? Мощный, мне в нём спокойно, комфортно, комфортно, я такой в нём хозяин, такой сильный. И вы хотите чувства силы испытать, чувства хозяина жизни испытать. а это может быть чувства силы быть такие болезненные, и вы не разрешаете этому чувству войти в вашу жизнь, и вы его блокируете телом, и поэтому ваше желание с домом не исполняется, потому что вы не разрешаете себя чувствовать. А весь наш мир, напомню вам мою любимую тему, весь наш мир это уплотнённая форма наших чувств. Если вы что-то хотите видеть, вам эти чувства нужно сначала себе дать. А недостаток этих чувств внутри, которых вы подавляете, образует недостаток вовне. То есть вы всегда желаете от недостатка, потому что этих чувств внутри нет. Как только эти чувства вы себе даёте, вовне это проявляется. Короче, вот. Но ваш ум думает, что вы желание хотите какое-то получить, и эмоции для того, чтобы эти чувства получить извне, а не изнутри, потому что вы не знаете, как самому себе давать эти чувства. Вам нужен внешний атрибут какой-то. Вот. Но с помощью внешних атрибутов это иллюзия, что вы можете что-то получить. Нам люди нужны вокруг только для того, чтобы их подоить на эмоции, чтобы почувствовать их любовь, то, что мы себя не любим, да? Или нам машина нужна, чтобы почувствовать себя, то есть внешним заткнуть внутренние недостатки. Вот. Но они только на время затыкают, но потом наша душа начинает орать, что, блядь, не получилось, заткнуть я ещё хочу. Ладно, почитаю ваше сообщение. Есть ли смысл пить витамины от выпадения волос или достаточно понять психосоматику? О чём может говорить выпадение волос для тебя, например? Ну, волосы покидают умную голову. Глупые волосы покидают умную голову. Мне очень понравилось, как сказали на прошлом эфире. А умные волосы покидают глупую голову. То есть у нас мудрецы лысые. Смотрите, вы как творец эти витамины тоже создали для себя. В этой жизни не нужно ничего отрицать, мы всё принимаем. Если эти витамины не в борьбе, а вы идёте, там их ищите, не можете найти, денег на них не хватает, это борьба, да? А тут витамины просто нате, получите, распишитесь, уже вам в рот их почти положили, то это хорошо. То есть всё, что легко в потоке вам приходит в жизнь, вы берёте внешнее. Мы же в материальном всё-таки мире живём, мы же хотим это всё щупать, пробовать, глотать, там, не знаю, осизать, видеть, слышать. Мы же в материальном мире живём, поэтому я не отрицаю ни витамины, ничего. Но если я за эти витамины буду бороться, да, их искать, пытаться их купить, а их нету нигде, а там посветовали, денег жалко не хватает, вот эта вот борьба, тогда они нафиг не нужны, вам психосоматика поможет, и это достаточно, потому что ничем внешним мы себе помочь всё равно не можем. Но мы же не просто так это создаём, мы создаём это, чтобы поиграть в эту игру, мы создаём все эти правила, чтобы было интересно играть в эту игру. Поэтому почему нет? Вы можете и пить, и не пить, всё зависит от того состояния, с которым вы делаете какое-то либо действие. Например, если вы пьёте витамины, веря, что именно они вам помогают, то, конечно, они вам не помогут. А если вы пьёте их состояние, что вы их создали сами для себя, как творец, играя просто в эту игру, и осознаёте осознанно их, то они вам помогут. Но причина, конечно же, не в них, а в вас. с какого состояния это делаете? Точно так же вы можете пойти операцию себе сделать, волосы дорастить, сиськи пришить новые, не было у вас их всю жизнь или после родов, пришлось. Если вы это делаете из-за того, что вы себя не любите, типа я пришью эти сиськи, стану красивее и начну себя любить, то это, конечно, будет сжрать вашу энергию, это минус для вас. Вы много на этом потеряете себя. От нелюбви к себе вы эту нелюбовь ещё умножаете. Но если вы это делаете из другого состояния, из любви к себе, что, блин, я и так классная и с сиськами, и без, они никак не повлияют на мою, на мою любовь к себе, ну никак не повлияют. И я и так красивая, и так классная. Мне просто интересно сейчас как художнику, как творцу быть разной. Вот если вы из этого состояния это делаете, не обманывайте себя, а вот по-настоящему так делаете. Потому что я знаю много хитрющих людей, которые делают из нелюбви к себе, обманывая себя, что это они делают просто так. Вот. Нет. Ум вы ваш всё равно не обманете. Чувства ваши не обманете. Хорошо подумайте, из какого состояния, вообще, что вы делаете? Ну, самообманом мы любим заниматься, я хочу сказать. Я тоже часто занимаюсь самообманом, анализирую, ржу над собой. Почему не хочешь принимать естественность организма? Ну, то есть, в данный момент ты убираешь волосы. Хочу. Не почему. Я и с волосами классные, и без них, и много мужиков любит, чтобы на половых органах были волосы, и были какие-то эти. Я чуть-чуть оставлю там в виде картиночки. Листик будет, да, красивый. Вот. Все будут знать, какая мне пи-пи-фричинь. Прикольно. Мне просто интересно. Все равно свое тело часто меняю в плане осознаю себя в разных телах, то какое это имеет значение. Но это не от того, что я не люблю себя. Нет. То есть... Неудобство. Во-первых, это удобно. Во-вторых, сэкономит мое время постоянно, которое я трачу на вечно эти процедуры. И все. Ну, это вот, знаете, то же самое. Почему ты зубы чистишь, они будут вечером грязные? Чего ты естественный запах свой не принимаешь? Почему ты купаешься? Ну, будь ты грязной свинюшкой естественной, зачем ты голову моешь? Что вот это вот все из этой же оперы? Я купаюсь не потому, что я себя не люблю, да, а тут покупалась и такая я люблю себя. Нет, я купаюсь, потому что это как бы естественно настолько в нас заложено, что я даже не знаю, для чего мы покупаемся. Хрюшки, между прочим, самые чистоплотные животные, потому что они грязью обкладываются, потом она от них отваливается, ну, и они очень чистые, и их комары не кусают, там, всякий гнус, то есть это еще и защита. Мы можем тоже так, в принципе, жить, некоторые, наверное, так и живут. Блин, ну, это естественно, ребят, поэтому, даже не знаю, что по этому поводу сказать. так. Нелли, как верить, если нихрена не верится? Я вообще ни во что не верю, я все проверяю. Я не пробовала рожать, не пробовала худеть, боюсь худеть, боюсь просить. вот, смотрите потом, не жалейте, что вы упускаете время свое. Ты куришь? Да, я тогда курю. Валик меня вылечил от пигреней. Кстати, я купила валик в Симферополе, и теперь буду на валике каждый день заниматься. Вот, три дня подряд занимаюсь, слежу там специально, техника под крестец, и где лопатки, там пониже. Ну, короче, на валике сейчас буду пробовать. Так, вопрос. Что означает, если я часто чувствую, что мозг меня убивает? Ну, не мозг, не надо на него ответственность перекладывать, сами себя, вот прям, решили целенаправленно убивать. Он требует алкоголь, или не переваримую, переваримую, но вкусную пищу. Слушайте, наше тело даже гвозди может переварить, поэтому перестаньте верить в эти шаблоны. Я потом очень сильно болею и боли, согласна, у меня тоже после алкоголя боли, я не пью, поэтому. Мы, когда пьем алкоголь, мы хотим испытывать определенные чувства. При алкоголе мы расслабляемся, да, мы можем быть естественными, мы можем быть настоящими, мы можем выпустить свою темную сторону, которую всегда мечтаем выпустить. На самом-то деле мы же не белые, не пушистые, но прекрасно научились прикрываться своей правильностью. алкоголь нам дает вот это состояние, когда мы чувствуем себя без рамок, без сдерживающих правил каких-то. Нам вот этого, естественно, хорошо, поэтому вам нужно просто начать учиться быть настоящей, учиться быть здесь сейчас, учиться проявлять свои эмоции, тогда вам автоматически, вот просто вы сами заметите, не понадобится алкоголь в скором времени. Напишите список, что дает вам алкоголь. Точно так же еда. Еда мы хотим кушать, когда у нас есть такое дикое чувство пустоты внутри, и мы не можем насытиться, насытиться эмоциями и чувствами, то есть нам чувства насыщения не хватает. Но чувство насыщения это чувство, а мы эти чувства хотим заменить кусками материи, которые пытаемся вогнать вовнутрь, то есть у меня чувство насыщения не наступает, а я все ем и ем. Но так же вам чувство нужно, даже в эту фразу вдумайтесь, а не кусок еды. Вы можете кушать, просто наслаждаясь запахами, вкусами, цветом, как это все играет красиво, букетами, ароматами, по чуть-чуть. То есть еда для жизни человеку она не нужна. Мы заблуждаемся, что нам нужно есть, чтобы жить. Опять же, это шаблон. Но для того, чтобы наслаждаться, мы же не просто так эту еду создали, по чуть-чуть пробовать все, это нормально. А те, кто уже страдает ожирением, перееданием и чувствует все время голод, нету чувства насыщения, вам чувств не хватает. Вы очень замкнутый человек, который боится проявляться, который часто испытывает чувство вины, стыд, ай, блядь, ой, больно, сорян, стыд, чувствует, что еще? очень больно. Так, дальше был вопрос про этот алкоголь и еду. Короче, вам не хватает чувств раскрыть в себе вот эти настоящие чувства, которые вы хотите испытывать. А вы хотите испытывать все, и боль, и ненависть, и злость, и радость, и эйфорию, и плакать, и смеяться, и ржать. Ну, вы часто себя сдерживаете, вы не говорите, что думаете, не делаете, что хотите. Потому что в вашей жизни слишком много правил, которые вы сами себе же создали. Но так, если вы создали сами себе правила, тогда разрешите в них хотя бы поиграть. Представьте, да, игра, есть игра, например, монополия. В ней есть правила, вы собираетесь, специально придумали эти правила, собираетесь с друзьями, играете в эти правила, а один вдруг скажет, не по радости, вдруг что-то играет по вашим правилам, я буду пинать эту монополию, ай, блин, ногой. Либо вы собираетесь играть в дурака, разложили все карты, и ты такой говоришь, а мне что-то не по радости, я хочу, я же товарец, хочу играть по своим правилам, нафига вы мне типа эту игру придумали, со своими правилами, не хочу в них играть. ты зашел в игру с толпой людей, но при этом тебе правила не нравятся. Я буду всеми своими картами бить даже туза козырного, потому что и семерки, и шестерки, и девятки, они все бьют, даже ваших козырей, я всех вас побью, вот такие вот у меня правила. Согласитесь, это неинтересно, то есть вы свои правила всегда придумываете для того, чтобы в это поиграть, и вы должны принимать правила игры осознанно, то есть подходить, вы же не просто так их придумали, для интереса, чтобы кайфануть и понять, в чём смысл этих правил. В каждой игре есть смысл правил, а вы следуете правилам, и этим мыслям, ну, как сказать, сейчас, вы следуете многим правилам, не понимая, для чего эти правила, вы не понимаете, для чего вы следуете им вообще, и вы надумали эти правила, и идёте против себя, то есть либо вы не играете в эту игру, либо примите и осознайте, для чего вы эти правила себе создали. Ну, например, я хочу дико наржаться в кинотеатре, когда смотрю фильм, но у меня есть такое правило, то что я не могу ржать, это неприлично, вот правило, у меня такое правило, неприлично. Вам либо нужно осознать, зачем вы играете в эту приличность и неприличность, то есть осознать правила игры, для чего вы их создали, и это ваше правило, и вы можете уйти с этой игры, либо продолжать в неё играть осознанно, и у вас есть всегда выбор уйти с этой игры, и поржать, и никто с вами ничего не сделает, но если вы будете себя винить, то вы сразу привлекёте в этих правилах игры новых людей, которые будут вас винить в этом, ну то есть вы себя вините, и вам нужно привлечь актёров, которые будут продолжать вас винить и вашу правоту доказывать. То есть получается, что... чё я про правила вообще начала говорить? Ни хрена не поняла. Чувствую, надо этот эфир скачать, потом мне какие-то кусочки нормальные вырезать, отдельно закачать. Чё я про правила стала говорить? Не помню. Ладно. Можно ли заглянуть в другие реальности, чтобы убрать этот алкоголь, да, и наслаждаться жизнью? Ну, можно, наверное, я не знаю, только зачем и как, без понятия. У вас есть куча способов сделать это намного проще. Зачем вы лезете в такие дебри? Пойти в другие жизни, в другие реальности, чтобы осознать, что я в этой создала реальности. Подожди, а если ты играешь в этой реальности, зачем тебе вообще в другие ходить? Вопрос такой запутанный. мне от мигрени помогает фраза «Господи, как же я устала обо всём этом думать». Раза три. Да. «Господи, тебе привет!» «Господи, господи, 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 привет тебе, привет, на облачке там сидишь». «Привет, господи». Заберите всех людей, которые меня смотрят. Заберите всех этих людей с моей головы, которые говорят про господи. «Нелли, ты научила меня говорить более спасибо. Она нас направляет. Вот и твое тело так хочет жить и чувствовать, что его не берут обезболивающие. Ну да, может быть». С курением, кстати, вот вопрос. Также прорабатываем, для чего мы курим. Ну там, правильное дыхание мы хотим ощущать, в моменте побыть, здесь сейчас, когда вы курите, вы затягиваетесь всё-таки. И вот прям в эту секунду у вас прям такое расслабление вот идёт, вот одну секунду и вот вы ради этой секунды просто, блин, курите. У каждого своё, да, что даёт курение. Ай, у кого-то это способ пойти с людьми на работе пообщаться, потому что я некоммуникабельный человек, а нужно выйти покурить и там хотя бы можно поболтать в лицах коллектив. У каждого своё, то есть вам нужно выписать, да, что даёт курение. Там пару десятков, наверное, будет ответов, почему. И попробовать себе дать это по-другому, пойти на дыхательные практики. Кстати, дыхание – это вот одно из самых важных в курении. Когда мы курим, мы дышим, по-другому. Нелли, а можно хоть на пять минут попасть в другую реальность, чтобы увидеть человека, который умер в моей реальности? Ну, во сне пожелайте, увидите. У меня это был огромный стеллаж с книгами на всю стену. На его фоне стоял журнальный столик, на котором лежала закрытая книга. Рядом стояло пустое кресло, но это ведь моя картинка. Ой, что я сейчас прочитала, к чему не помню? А? Про мигрень. А, про мигрень. Понятно. Это точно к новым ощущениям, возможно, к новому мужу. У меня? Не знаю, посмотрим. У меня нет привязки к мужу. Каждый день слышу свое имя. Не ко мне обращаются. Включайте лиза, там звучит мое имя. Ну, это вы к себе, наверное, обращаетесь, пытаетесь постоянно обратить на себя внимание. Тем более, ваше имя редкое, Лиза, да. Пытайтесь на себя обратить внимание. Ай, блин, больно. У меня плохо получается переключиться на другие чувства. У меня хорошо. Я испытываю сейчас боль и эйфорию одновременно. Блин. Пока сидел в эфире, сейчас пять баксов прилетело. Круто. Ой, я творец и осознала обиды. Поясница болит в ночное время. Ой, мамочки, поясница, да, это, ну, груз какого-то прошлого. Вы сказали, что осознали обиды. Ай, ну, видать, еще не все не до конца отпустили. Уже здесь зоны спорные пошли. Как больно, божечки. Почему многие думают, что любить себя и принимать себя это быть чучелом? Не знаю. Больно? Ты укол хочешь сделать? Я считаю, где тебе больно. Да. Сейчас буду колнуть. Блин, мне будет сейчас колоть, и давайте из прямого эфира выйду. Потому что сейчас не то место. Подожди, а можешь мне дать одну минутку, я просто дочитаю до самого конца. А? Да, отдохни. Ты у меня просто пипец. Так, я эфир свой завершаю, я наболтала столько всего в агонии и в дикой боли. Хочу дочитать сообщения, какие-то там мне пристали. Ай, нога затекла, положи мою ногу. Большая черепаха. Поднимите мне веки. Да. Поднимите мне веки. Элис, сохрани, пожалуйста, эфир. Я не знаю, нужно ли мне его сохранять в таком виде. Мне нравится пить, пей, осознать, что тебе дает алкоголь, дай себе это трезво. Да, это уже подсказочки. Мне очень нравится, что у меня осознанная аудитория, я вот прям кайфу от этого. Думаю, Господь здесь ни при чем. Я думаю, Господи, мы обращаемся к себе, я не имела в виду Господа Бога. Да я шучу, блин, я просто троллинг 80-го уровня. Понятное дело, что, блин, шуткую я, у меня такое настроение игривое. Получается, мы благодарим сами себя, конечно, да. Ой, нормуль эфир, говорит, народ. Слушайте, у меня было 200 человек, сейчас его 158, народ заходит, уходит, ржет, наверное. В общем, начала эфир и закончила с одного и того же. Еще раз, квантовое бессмертие, ребят, вы не можете умереть, вы будете в себя стрелять, реальность сразу умножится на две части, будете себя там убивать, попадать под машину, травить таблетками, да чем угодно, как бы вы не хотели умереть в вашем мире, всегда будет осечка, вас всегда спасут, вы сами себя спасете, не случится, у вас будет только создание «Ой, я чуть под машину не попала», «Ой, я чуть не умерла», «Ой, осечка», у вас бесконечно будет какая-то реальность такая, которая будет говорить о том, что случайно вы не умерли и вы живы вечно, но все ваши наблюдатели вас будут хоронить постоянно и вас уже столько раз похоронили, когда вы думали, что чуть не умерли. Наша реальность всегда делится при каждом выборе на две части, ну, то есть на двое. Посмотрите квантовый вот этот эксперимент. Как ты говорила еще раз, Ведяха? Вы живы и мертвы одновременно. Вы живы и мертвы одновременно. Вот. И там еще такое смешное пояснение. Взгляд от кота Шрёдингера. Ну, то есть не вы кота наблюдаете, а как кот реальность наблюдает. То есть из своей коробки. Кот в своем мире всегда жив. То есть газ, который подается, одни наблюдатели видят, что кот умер, когда откроют коробку, если они убеждены, что он умер. Другие увидят и будут наблюдать кота живым, что газ не подался в эту коробку. Кот не умер. То есть у каждого будет своя реальность по его убеждениям, естественно. Но кот вечен. У него всегда осечка, и газ никогда в камеру не подавался. Он будет говорить, да что же вы люди такие-то? Дебилый газ не можете выпустить. То есть он всегда жив. В его реальности кот жив всегда. но все наблюдатели этого кота будут раздваиваться по другим реальностям. Вот это вот я начала с этого и хочу закончить. Что, ребят, бояться смерти смысла нет. Бойтесь остановки, когда вы себя тормозите от жизни. Вот это вот замирание, картинка деть сурка, вот это вот не очень интересно. Так, ладно. Меня чуть поезд не сбила. Я что, теперь в другой реальности? Нет, вы продолжаете жить эту же реальность. Но наблюдатели в параллельной реальности наблюдатели вас похоронили. Сохрани, пожалуйста, эфир, больше половины пропустила. Да, больше половины я ору от боли. Мне хоть дали сейчас минутку перерыва. А мы можем с тобой, может быть, это, пол чашечки кофе купить. Я думала, я хотела сказать, закончить. Да, давай попьем. Когда я буду в порядке, меня не будет больно, жутко колоть уколами, бить током, да, я смогу выйти в нормальный эфир и нормально, адекватно объяснить и рассказать. Это что, сейчас это вообще так получилось спонтанно. Ой, давайте я сохраню эфир, если надо. Напишите, есть какие-то у вас инсайты, что вы осознали, может быть, у вас есть какие-то названия видосиков по квантовой физике с экспериментами разными. Ну, про кота Шрёдингера я думаю, вы и так знаете, наберёте, кто не смотрел про квактовое бессмертие, посмотрите. А есть ещё какие-то видео, если кто знает, кидайте названия, давайте все посмотрим. Я там много чего уже видела, вот, а я так думаю, моим подписчикам будет много интересного. Здесь у нас парень был, симпатичный мужчина, он сказал, что любит квантовую физику, давай покидай нам видосики. Ну, названия, да, мы сами уже будем их искать, ссылки-то нельзя под видео. Сохрани эфир. Да-да-да, я и говорю, что я сейчас сохраню эфир, а вы напишите о ваших инсайтах. Самый адекватный человек в любом состоянии это Нелли. Про меня ещё говорят, что я адекватная. Ой, ты сегодня ответила на все мои вопросы, про еду вообще огонь. У меня есть очень много эфиров про еду, и у меня есть посты про еду, прям выжимка, очень чётко рассказано, где, как мы едой заменяем наши чувства. И если мы будем себя кормить нашими чувствами, тогда вам не понадобится столько жрать, естественно. И вы полные из-за того, что вы копите все эти здания и копите эти чувства, которые не хотите выпускать. почитайте про еду. Нелли, ты огонь, спасибо. Что-то ещё хотела сказать в конце, это было. Ты ждёшь, чтобы чай не включить, а он типа шубер? перед кофе и потом пойдём, или мы после тебя? Не знаю, сейчас подумаем. Ладно. А сколько мы в эфире? 14.20, наверное, очень долго были. Я даже не знаю, такое на Ютуб, но это точно нельзя, а в этом в Инсте оставлю. Ладно, давайте, пока, всем пока. У меня ещё три самолёта, три перелёта, сегодня я еду в другой город, очень надо всё успеть. Если у меня нет аппетита, отлично, у меня его тоже нет, я не ем, я питаюсь чувствами. Всё, целую, ладно, пошла я. Накуролесила сегодня очень много.